Первые 400 золотых значков ГТО вручили в Белгороде. Там прошел первый фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы получить почетную награду на спортивной площадке Белгородского технического университета, собрались почти шесть сотен школьников со всей страны. Четверо из них представляли Ненецкий округ. Бег на 60 и 2000 метров, плавание, подтягивание, метание мяча, прыжки в длину, стрельба. Справиться с таким набором под силу только подготовленному спортсмену. Костя Одегов раньше занимался палеотлоном, теперь перешел в лыжную секцию. Этот вид спорта и помог ему на первом Всероссийском фестивале ГТО. Я все сдал на золото. Что тебе самое сложное из этих дисциплин? Наверное, плавание, потому что я плавать не особо умею. Ну, я проплыл за 40 секунд, 50 метров, а норматив на золотой значок был 43 секунды. То есть я на 3 секунды уложился. А самое легкое что для было? Бег. Я люблю бегать. На лыжи я хожу, как бы, на лыжную секцию. Мы там каждый день бегаем кросс. За отличную сдачу норматива в Косте получил золотой значок и именное удостоверение. Награда была вдвойне приятна. Ее вручил призер Олимпийских игр 1980 года по легкой атлетике Юрий Куценко. Второе золото в округ привез Андрей Шитиков. Анна Кононова и Олеся Широкая сдали нормативы на серебро. Валерий Мартынов, руководитель поездки, результатами ребят доволен. Все-таки им первым выпала честь давать нормы ГТО на Всероссийской площадке. В будущем, я не знаю, с 2016 года или с 2017, вот эти значки, они будут, вот это золотые значки, именно золотые значки, они будут давать кое-какие привилегии при поступлении в университеты, в институты и так далее. Готовиться надо непосредственно. Я вот сейчас вот уже вот думаю, что потихонечку буду или и кроссфит у своих проводить, чтобы они всесторонне развиты были. И тоже ГТО. Сам тоже буду сдавать. Всеобщая обязательная сдача ГТО начнется совсем скоро. По словам заместителя министра спорта России Натальи Паршиковой, этот фестиваль лишь начало. С будущего года нормативы будут постепенно внедряться во всех образовательных учреждениях, а затем для всех возрастов. Следующий фестиваль соберет не только школьников, но и участников постарше. Анастасия Саботович, Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok